Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару, меня зовут Андрей Козлов, со мной Кира Деревцова. Добрый день. Мы журналисты Читару и сегодня мы хотим поговорить про ситуации на МАП Забайкальск. Международный автомобильный пункт пропуска, который на самом деле объединенный с железнодорожным пунктом пропуска. Два пункта пропуска, МАП Забайкальск и же ДПП. Забайкальск вообще-то считается крупнейшим сухопутным перевалочным пунктом на российско-китайской границе. Есть, наверное, какие-то более серьезные пропускные терминалы, но они не сухопутные. Это крупнейший пункт пропуска, который в текущем состоянии был введен в эксплуатацию в конце 90-х годов. Я не знаю, помнишь ты или нет, но там еще принимал участие в открытии Борис Немцов. Он был вице-премьером, по-моему, федерального правительства. Бердила 1993. Да, но я тоже достаточно молод для этих событий. Я только школу закончил. По-моему, это 98-й год был, но Райль Фридович Генятуллин уже был главой администраточной области. Я помню фотографии, естественно, с этого открытия. Он был не очень хорошо спроектирован. Международный именно автомобильный пункт пропуска. Там есть проблемы, которые связаны прежде всего с бутылочным горлышком. Очень условно все вот эти потоки и грузовой, и легковой, и вот эти маршрутки, которые там едут, они все сливаются в одни ворота очень условно. Эти потоки не разведены. Много лет говорится о необходимости реконструкции этого пункта пропуска. Даже несколько десятилетий уже говорится о реконструкции этого пункта пропуска. Китайцы в свою сторону реконструировали еще в нулевых годах. Все, кто там был, прекрасно это видели, знают и понимают. И вот, честно говоря, даже дошло до реконструкции. Я коротко про нее скажу, что чуть ли не президент поручил ускорить реконструкцию. Пропускная способность должна увеличиться в 6 раз. Ну, в общем, это ожидаемое событие. Я даже немножко удивился, что аж Путин сказал это сделать. Вот теперь все будут усиленно реконструировать пропуска. Но пока эта реконструкция не произошла, на мапе случилась очередная пробка. Я, честно говоря, не помню ни одного года, чтобы там не было каких-нибудь проблем. Даже в лучшие времена, когда ситуация выглядела и являлась контролируемой, там все было не слава богу. Периодически проходили какие-то манифестации Кэмэлов. Пробки связанные с маршрутками, пробки грузовиков и так далее и тому подобное. Это постоянная проблема, которая на этом пункте пропуска возникает. Причем они возникают именно на подъезде к пункту пропуска с российской стороны. С китайской стороны проблемы, надо сказать, тоже бывают, но они достаточно редки. И, по-моему, здесь не надо далеко ходить за объяснениями. С китайской стороны есть определенный порядок прохода пункта пропуска. И совершенно очевидно, что есть власть, которая на этой территории управляет всем, на китайской территории. На нашей стороне не очень понятно, кому власть принадлежит и кто ситуацию управляет. И поэтому вот с момента, когда Китай снял ограничения на въезд, это произошло. Там и до этого были проблемы, когда запускалось очень ограниченное количество грузовых автомобилей в сутки на автоможенную эту зону. Но в начале года Китай снял ограничения на въезд и случился апокалипсис. Этот апокалипсис сейчас достиг, по-моему, некоего апогея. Судя по тому видео, которое мы вчера опубликовали, сейчас я отдельно спрошу, насколько вот эти картинки вчерашние совпадают с тем, что ты там видела. То есть тут какие-то многокилометровые страшные пробки, которые даже я еще никогда в таком виде не видел. Снимает их чуть ли не генерал-лейтенант, по-моему, Андрей Викторович Грулев. Он и туда добрался. Он и туда добрался, да. Да, и туда добрался. Ну, а Кира наша добралась туда на прошлой неделе, по-моему, это там была. Побывала, насколько я понимаю, в самой пробке, пообщалась со всеми людьми и ездила туда за тем, чтобы понять, что там вообще на самом деле происходит. Самая простая традиционная командировка в одной из самых напряженных точек на карте Забайкальского края. И сегодня мы хотели это обсудить. Впечатление у Киры есть в большом материале. Который набрал уже около 25 тысяч просмотров. Какие основные впечатления? С каким чувством ты вернулась оттуда? Со сложным, знаешь, потому что вот мы ехали туда разобраться, что там происходит. А на месте очень сложно разобраться, что происходит. Потому что и Андрей Викторович Грулев про это вчера говорил. Там на границе очень много инициативных групп, как они себя называют. Так называемых, да? Да. Которые вмешиваются в естественный процесс прохождения границы. Это не первый год. И пандемия оказалась им на руку с этими электронными очередями. И довольно сложно, заезжая туда на полдня, разобраться в этой ситуации. Понять, кто за что отвечает. Кто что контролирует. С какой стороны. Понятно одно, что границу держат люди из Лунды. То есть это какие-то бурятские перевозчики и забайкальские перевозчики. Можно я тебе немножко остановлю, чтобы я как бы сам, как человек, который там не был давным-давно, понял, о чём идёт речь. Естественный ход прохождения границы, это когда люди просто встают в живую очередь. Живую очередь. Да. И потихонечку заезжают на территорию. Причём, когда речь идёт о грузовиках, они, по-моему, сейчас даже в Манчжурию не заезжают. То есть они заезжают в некую зону, где их уже ждёт товар, забирают его и выезжают. Да, всё верно. То есть естественный ход вещей, который предполагается природой и вселенной, вставать в живую очередь, заезжать, забирать товар, выезжать. Да. Это не работает. А когда ты говоришь о том, что кто-то держит эту очередь, это значит контролирует её. Это значит контролирует и преследует какие-то свои интересы. Коммерческие интересы. Чтобы прошли конкретные машины просто, чтобы заработать на пропуске через границу. Да, коммерческие интересы. Там вообще какая-то сложная история. И с теми сообщениями, которые, например, нам прилетали из-за Байкальска, она довольно трагично выглядит. Потому что это, опять же, мы не можем утверждать. Но по рассказам людей там такая большая каша из большого количества людей, которые завязаны этой границе экономически, политически. То есть это не только какие-то бандформирования-инициативные группы. Это и представители власти. Причём там не фигурируют люди из таможни. И таможня вообще просто как бы ведомство, которое, наверное, просто страдает, может быть, от этого. Может быть, и не страдает, а просто... Ну, в этом точно не участвует. Ну, сколько ты можешь судить? Насколько что? Насколько таможня не завязана на этом? Нет, ты говоришь, это твоё мнение, что она не завязана. Ну, потому что ты видела... Ну, потому что я видела, кажется, что она не завязана. Потому что, говорит нам при службе таможни, кажется, что тоже она не имеет к этому никакого отношения. На таможне есть проблемы, которые влияют на эту очередь. Живая она, электронная. Там сейчас и с момента начала пандемии большие кадровые проблемы. Они сами это признают. На таможне. Да, там очень быстро и много просеивается работников, потому что не всех устраивают условия работы в Забайкальске. Это не самые большие зарплаты. Насколько я знаю, там не предоставляется жильё. Ну, то есть люди вынуждены сами снимать квартиры. И зарабатывают они там впритык, а работа эта сложная на границе. Поэтому там большая текучка. Да, и надо понимать, что такое Забайкальск. Это такой населённый пункт, в котором нет никакой городской среды и нету ничего вообще. Да, есть такая степная пустыня вокруг, заваленная мусором и непонятно чем. То есть жить там очень сложно, особенно приезжим людям. Вот. И вот, собственно говоря, я так понимаю, что пытались разбавить когорту забайкальских таможенников приезжими. Они не приживаются или приживаются не так успешно, как хотелось бы. Плюс мы все знаем, что на Забайкальской таможне когда-то были проблемы с коррупцией. И, видимо, с этим тоже пытались бороться. И в итоге вот эта вся масса кадровая просеялась. Если сейчас пока ещё, ну, то есть весь этот процесс пока ещё не восстановился, не встал на какие-то рельсы, которые позволили бы пропускать, например, не 100 машин в день, как сейчас это происходит, ну, или происходило на тот момент, когда мы приехали, а больше, потому что сам МАП сейчас рассчитан на пропуск 280 машин в день. Это тоже немного, но это в 2-3 раза больше, чем, допустим, было, когда мы ездили 5 или 6 числа. Это как бы одна сторона этой проблемы. Может быть, даже это её первопричина. Но в том, что вот сейчас на 11 километров всё это растянулось, ну, это, конечно, просто уже какая-то тусовка перевозчиков, которые не могут друг с другом разобраться, делятся какими-то аргументами в защиту своей позиции. Но суть в том, что дальнобойщики всегда стоят на пунктах пропуска. Просто везде стоят по-разному. Вот мы туда ездили, например, и нам рассказывали, что электронные очереди в целом используются не только на нашей границе, там в Казахстане, в Иране что-то такое работает. Но как будто бы здесь в этом нет никакого смысла, особенно если МАП всё-таки расширят быстро, и он заработает на полную мощность, пропуская 2400 транспортных средств с учётом автобусов и так далее. В 6 раз больше, чем сейчас. Да, то есть как будто бы этой проблемы вообще не будет, это как будто бы живая очередь — это абсолютно естественная, нормальная история. Ну, приходится постоять, да. Да, вот эта живая очередь, про которую мы сейчас говорим, это живая очередь самопальная? Это не властью запущенная живая очередь? Они сами организовались? Когда случился вот этот бунт, то да. Ну, то есть там какая-то часть дальнобойщиков, особенно те, кто приезжает из других регионов и не может записаться по разным причинам, в том числе потому, что запись в эту электронную очередь, которая была и работала до прошлой недели, она была очень сложно устроена. То есть там давалось 15 секунд на то, чтобы внести все свои данные. Если ты не успеваешь, ты вылетаешь. Дальнобойщики и перевозчики использовали какие-то технологии, нанимали программистов, которые забивали туда сразу все машины, которые должны проехать через границу. То есть это реально очень сложная система, которая обросла какими-то дополнительными функционалами, дополнительными людьми, которые там в нее внедрились. Но вот бунт начался с тех, кого это не устроило. И сначала они организовались сами. И когда стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, туда приехали пограничники, там встали полицейские, и все пошли по живой очереди. Она, конечно, не была идеальна так, как выглядела. То есть не поехали сразу первые машины, которые стояли на обочине. Почему? Я предполагаю, потому что это были те машины, которые встали по списку и которые знали, что они въезжают. И в то утро, когда мы приехали, люди на границу еще пытались сохранить эту электронную очередь. И даже хотели договориться друг с другом, что вот они сейчас открывают границу, мы не едем. Мы не едем же в очереди, мы стоим, потому что у нас есть список. Но в итоге при наличии силовиков никто, естественно, ничего там делать не стал. И просто машины, рандомно выезжая, проехали первые сто вот этих машин. А люди, когда попадали в какой-то порядок в живой очереди, они должны были за что-то платить вообще? Как было раньше, я не знаю. Но вообще-то живая очередь вообще не предполагает, как будто бы никакой оплаты. Обычная живая очередь? Обычная живая очередь. А электронная? Электронная предполагала. Ну, допустим, первый раз, когда задержали вот эту банду в 2022 году, там платили за то, чтобы пройти. То есть там какие-то вообще суммы нам называли, чуть ли не 350 тысяч рублей. А ты веришь именно в эту сумму? Ну, с учетом тех ценников, которые платят перевозчикам за доставку груза, в принципе, да, учитывая еще, что у одного перевозчика не одна машина, там их несколько заходит. В принципе, верю. Там вообще бардак на границе происходит. Я во все верю, что там рассказывают. Потому что это и похоже на то, что там так и происходит, какой-то беспредел. В этот раз все утверждают, что они не платили. Но то, как рьяно люди отставили эту электронную очередь, меня лично отталкивает на мысль, что все-таки платили. Пусть и не такие деньги большие. Но за тех же программистов. Но за тех же программистов. И просто за то, чтобы продвинуться, может быть. Я не знаю, я не могу здесь утверждать, но мне кажется, что экономическая какая-то составляющая там все равно была. И перевозчику... И я, например, понимаю перевозчика. Это спокойно. Ты заплатил программисту или там создателям этой очереди. И ты знаешь, что твои машины заедут. У тебя вообще там ни сердце не болит, условно, ничего. То есть ты спокоен. И тут начинается хаос. И, конечно, ты пытаешься заштить систему, которую ты кормил. Это нормально. В этом нет ничего страшного. Это нормально в ситуации, когда нет власти. Да. Это нормальная ситуация анархии, в которой разные группировки пытаются выстроить свою власть. Просто все самоустранились. Я думаю, что в большей степени от того, что было несовершенное законодательство. Вот сейчас же с 1 сентября заработает уже в полную силу закон об электронных очередях. И появится, видимо, какая-то система на госуслугах или на каком-то таком сайте или площадке. Но вообще-то как будто бы есть ведомство, например, которое отвечает за эту очередь. Там Росградстрой, например, или там, я не знаю, какой-нибудь Минплан. Ну, хоть какое-то косвенное. Минплан, это имеется в виду краевое. То есть есть какие-то структуры, которые вроде бы как будто бы должны быть. Как будто бы могут включиться. Они не имеют как будто бы прямых полномочий влезать, структурировать, заниматься электронными очередями. У них явно нет на это человеческих ресурсов, денег и вообще ничего. Но просто приехать и как вот там на границе говорят помахать палочек и сказать, алло, ребят, мы вообще-то как бы люди в костюмах и вот люди-силовики. Мы здесь стоим, не надо здесь устраивать цирк, который вообще-то нас сейчас прославит на всю Россию. И так это проблемный переход всегда был. А тут еще каждый день какой-то бунт происходит. Ты говоришь, желаемую ситуацию, в которой кто-то приезжает, машет палочкой и говорит, так, ститесь, ребята. Ну да. Но ее не происходит. Но ее не происходит. То есть, но при этом, при всем, когда мы там были, все выглядело так, как будто бы все-таки какой-то контроль появился. Ну то есть наличие в целом погранцов там, да, вот ФСБшников и полицейских, оно какой-то эффект все равно оказывает. Другой вопрос, что там и к полицейским некоторым были вопросы, особенно в ночи там, к рассказу, что кого-то вытаскивали из кабин тех, кто зажигал живую очередь был. Ну, в общем, появляли какое-то давление. Это реально похоже на фильмы апокалиптичные, когда власть исчезла и появились в ночи какие-то банды, которые всем этим управляют. Ну, знаешь, опять же, в идеальной ситуации, как будто бы власти вообще не должны в это вмешиваться, как будто бы, ну, вот есть живая очередь, и все, она и есть, и она никому, ее никто не может контролировать. Но, слушай, если идеальная ситуация не произошла, и случилось, и произошло то, что произошло, тогда власть должна подключиться. Тогда подключается Владимир Владимирович Путин и говорит, реконструируйте, блин, мап запаякайте. Это он говорит про реконструкцию мапа Забайкальска, а кто-то еще должен в текущей ситуации, с моей точки зрения, все-таки разбираться с тем, что происходит с этой колбасой, которая там на них. Ну, конечно, должен, и это как будто должен быть не Андрей Викторович Гурулев, который туда едет и поражается тому, что там происходит, это должны быть какие-то краевые чиновники, если мы не знаем. Краевые, ты думаешь? Ну, краевые, хотя бы. Вот если говорить об этой очереди большая. Вот я тебе могу сказать, я как бы слушаю тебя, у меня как бы нету понимания, что делать, но я могу предположить. Мне просто кажется, что кто-то должен взять на себя ответственность за это и сказать, слушайте, ребята, у нас большая проблема на мапе, у нас 11-километровая очередь, у нас там банды правят миром, мы давайте с этим разберемся. Создать какую-то рабочую группу, поехать с этим разбираться. Сейчас этого не происходит. Этого не происходит, таможня открестилась, и в принципе я могу их понять, они в целом должны просто пропускать работу мужчин, делать всё, что могут. В конце 22-го подключились силовики и просто прикрыли эту банду, и всё вроде бы подуспокоилось. Может быть, это должны быть силовики, я не знаю. Может быть, это должны быть федеральные силы. Они точно должны в этом участвовать, у нас силовики все федеральные. Да, ну в смысле да, простите. Ну то есть это должны быть какие-то неместные, наверное, полицейские, которые могут быть подвязаны на каких-то этих схемах. Мы не можем утверждать, но не можем этого исключать, что так было. И мы с тобой не знаем, как организуется у силовиков работа в этих ситуациях. Ну да. То есть условно, мы можем просто предположить, что с учётом всеобщей заинтересованности в этой очереди, потому что если бы не было всеобщей заинтересованности в этой очереди, её бы не было. Да. Вот, наверняка в ней заинтересованы какие-то очень условные коррупционно заинтересованные какие-то деятели. Возможно, может приехать какие-то внешние силовики там, да, откуда-то, не знаю, там, из условной Москвы или из другого региона и всё это развести. Это просто предположение. Так бывает. Это, кстати, в Забайкале часто работают, например, с золотом, так работают. Местных не отправляют оцеплять и, там, не знаю, описывать всё имущество чёрных копателей. Это приезжают какие-нибудь люди из Перми, которые вообще никак не завязаны. И понятно, почему так происходит. Да, и делают своё дело. И как будто бы тут, да, тоже можно было бы так сделать, конечно. Но по факту мы видим, что существует очередь. Существует очередь. Которая нарастает. Да, потому что не очень много истерики. Когда ты находишься там, всё так апокалиптично не выглядит, как это долетает до нас с видео, с комментариями некоторых людей, перевозчиков. В целом, вообще, очень волнительно всё это переживают именно перевозчики. Дальнобойщики, они привыкли уже, мне кажется, к таким вещам и каким-то беспорядкам на границе, на дороге. Они устали, их, конечно, можно понять. Очередь тянется, которая на багайту, и там теряется связь. Перевозчики не могут связаться с своими водителями, узнать, что с ними происходит. То есть, да, безусловно, есть какие-то факторы, которые усугубляют всю эту ситуацию, но пока их не произошло. И как будто бы, кстати, вот это ещё можно контролировать. Как будто бы власти могли бы пригнать туда какие-нибудь пожарные машины, условно, скорую там поставить и сказать, окей, разбирайтесь сейчас сами, но мы не дадим вам драться, например, мы не дадим вам здесь ничего не снять, мы дадим вам здесь страдать, умирать, но этого не происходит. Вот как будто бы какая-то гуманитарная помощь, она могла бы организоваться, и это было бы очень круто и показательно. И напрашивается, судя по твоим словам. Ну и как будто бы напрашивается. Да, 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 ну, конечно, можно. Это знаешь, на что, пока ты говоришь, я вспомнил, почему сразу историю, когда началась мобилизация, и в Песчанке случился вот этот, ну, по понятным там, условно, причинам случился апокалипсис локальный, и сразу же была организована вокруг вот эта гуманитарная история, в которой принимали участие там все диаспоры, силовики, МЧС, палатки развернули, людей начали кормить там и так далее. И это было как бы вне существующего порядка, вне существующих скриптов. Это просто было организовано, и было очевидно, что власть этим занимается, ее там прямо было видно, вот. И это все быстро выстроилось, успокоилось и вошло в какой-то ритм. А здесь, ты говоришь, эта очередь стоит там месяцами, и не происходит ничего. Да, и вот это вот, и начинается футбол вот этот, типа, мы не отвечаем, мы не можем, мы не знаем, краевые ведомства ничего не контролируют, ничего не могут сделать, что-то им какие-то предписания отправляют куда-то, что-то просят ускорить, но как будто бы это не работает. И окей, ладно, мы все понимаем, что это сложно решаемая задача, но да, какие-то вот такие человеческие штуки можно было бы подключить очень легко, и все бы сказали им спасибо, я думаю. Скажи, а ты, вот как журналист, который в этом разбирается, понимаешь, куда позвонить с вопросом о том, что происходит в очереди, чтобы кто-то мог прокомментировать или нет? Ну, мне кажется, что это как минимум Минплан, наверное, просто для того, чтобы обрести какое-то понимание вообще, насколько у них четкий чек этой ситуации. Краевой Минплан? Да. Это бывшее Министерство внешнеэкономической связи международного сотрудничества и туризма, которое преобразовано в Минплан, это некое подразделение, которое занимается координацией инвестиционной деятельности, и у них там остались вот эти внешнеэкономические функции. Но, по-моему, в Минплане не готовы к этим комментариям. Они вообще участвуют в процессе? Ну, они участвуют в процессе, им даже какие-то письма там направляют перевозчики, но в целом они не признали, например, нашим коллегам из Абру, они не признали, что это очередь хоть как-то, хоть чем-то регламентируется, что они вообще там, ну, видимо, они не имеют к ней никакого отношения, хотя, например, перевозчики на месте говорят, вот те, кто возит скоропортищийся товар, что у нас договоренность с Минпланом, мы 15 машин в день пропускаем железно. То есть Минплан в этом процессе участвует? В каком-то виде, но мы не знаем, в каком-то виде. Да, в каком-то виде, да. Ну, может быть, он как раз тоже с какой-то гуманитарной миссией пропускает этот скоропорт и вот в этот момент вмешивается, а в остальном как бы старается не нагружать себя лишней ответственностью. Есть еще структура, вот РОС, Транс, ЖУ, что-то... Там много структур, РОС, Грандстрой, вот, да, РОС, Грандстрой, простите, и где-то в наших новостях 22-го года мы писали о том, что вообще-то, когда случилась вот эта история с пандемией и появилась электронная очередь, РОС, Грандстрой должен был, ну, или просто мог контролировать этот процесс и как будто бы он из него выпал. Хотя, например, представители, ведомство, комментарии тоже нашему коллеге из ГТРК давал, но он там тоже ничего такого не сказал. Ну, то есть не то, чтобы он сказал, сейчас мы пойдем, разберемся и все сделаем. Не было такого. Да, мы в курсе, да, мы знаем, меры принимаем. Что за меры принимаются, непонятно. Очередь за это время выросла еще на 3 километра. Я знаю, что же еще у меня мысль возникла в связи с твоей последней репликой, что мы всегда ждем царя хотя бы локального там, да? Что есть какая-то большая проблема, должен прийти условный царь и сказать, сейчас я наведу порядок и навести этот порядок. Такое вообще-то бывает периодически, да? Кто-то приходит, берет на себя ответственность, организует работу, устраняет проблему, процесс запускается, он уходит в свои царские палаты. Но здесь этого царя нет пока. И, скорее всего, и не будет, я подозреваю. Я даже не представляю, кто может взять на себя эту ответственность. Это потребует, наверное, очень много каких-то согласований. Это в том числе из-за бюрократизации процесса, из-за бесконечного разделения полномочий между федеральными, региональными и вообще-то муниципальными структурами, скорее всего, даже невозможно. Вот кто-то должен встать над этим и взять на себя эту ответственность, в том числе, что он встал над системой. Потому что это же месиво полномочий, это же границы государственные, трассы федеральные. На самом мапе работают исключительно федеральные структуры. К ним каким-то боком подключаются функционеры и вообще структуры Минплана краевого. Они как-то могут влиять на прохождение границы. Как? Никто толком не знает. Ну, внешне они-то, наверное, знают. Там вообще как-то муниципалитет задействован. То есть ГИБДДшники, которые там работают, это вообще-то краевая структура, которая входит в федеральную. Но на месте-то работают какие-то местные ГИБДДшники. Они как-то связаны с местной властью. И 100% вокруг всего этого есть интересанты, которые 100% эта очередь генерирует достаточно большой поток денег. Этот поток денег генерирует, и, естественно, все люди за эти деньги сражаются. И когда ты говоришь о том, что попадание там в какую-то точку очереди стоит несколько сот тысяч рублей, блин, это гигантские деньги. Конечно. И 100% те, кто администрирует этот денежный поток, максимально заинтересованы в том, чтобы эта очередь сохранилась. Это 100%. Знаешь, еще вот я подумала о том, что первая схема, она была прямо отъявлена коррупционная с этой электронной очередью и очень такая травматичная для всех участников этого процесса. А вторая казалась немножко другой. И эта инициативная группа, эти люди, которые там обсуждали какие-то вопросы, они очень искренне их обсуждали. Наверное, опуская за рамки, возможно, какие-то вещи. Но мы вот когда попали туда и первое время там работали, мы не сильно там сразу заявились как журналисты и просто слушали. И в целом кажется, что даже если не включаются какие-то федеральные структуры и даже если не подключаются какие-то чиновники, люди в состоянии самоорганизоваться. Просто вопрос в том, что туда в любом случае на границе вклиниваются какие-то ребята в темных очках, в каком-то камуфляже, более крепкие, которые привыкли, что граница принадлежит условно им. Именно вот эти вот там несчастные несколько километров, они просто их держат. Даже если это изначально какая-то белая чистая инициативная группа просто перевозчиков, которые задолбались ездить по чужим условиям и сказали, давайте сделаем сами. К сожалению, происходит так, что в любом случае вклинивается какая-то не очень законная когорта людей. Не очень честная, наглая когорта. Не очень честная, да, наглая когорта. И при этом при всем еще, допустим, конкретно с этой очередью получилось так, что даже если там не было какого-то прямого экономического фактора, она сложно была придумана и это было намеренное ограничение, это же понятно. Они причем сами это признают, они говорят, что иначе всегда будут ездить только за Байкальские. Но с другой стороны, это же тоже, ну на дурака, в Забайкальске и в Забайкальском крае столько транспортных компаний, столько фур, извините, нет, чтобы они только оккупировали границу и ездили. То есть, ну, они самоорганизовались, это получилось неплохо. И как будто бы сейчас можно отдать границу на откуп вот этой живой очереди и тому, что это все просто выстроится, сами мужики там, короче, договорятся. То есть, они способны к диалогу. Но когда, никогда не будет ситуации, в которой наглые злые силы не придут и не пытаются... Они стоят там по обочинам, да. То есть, это все равно нужно контролировать. Это нужно контролировать, и как будто бы нужно контролировать вот не саму вот эту очередь, не самих этих простых, классных мужиков, которые возят нам все из Китая важное, а контролировать вот этих ребят, которые группами на дорогих машинах стоят по бокам, по обеим сторонам трассы и что-то пытаются еще удержать или контролировать. И, возможно, они там даже до сих пор что-то контролируют. И люди неохотно там про них рассказывают. Это можно понять. Элемент страха, элемент какой-то денежной зависимости там, видимо, сохраняется. И вот как будто бы самое важное, ну, помимо там гуманитарных этих штук, взять ответственность и так далее, просто чтобы силовики прикрыли все эти лавочки. Это какая-то воля на это, наверное, нужна. Большая, большого человека. Да, очень большая. Да, может, и небольшая. Просто я подоживаю, что в Чите хватает людей, которые могут эту волю включить, но пока не включили. Да. Но ничего, конечно, не будет работать идеально, и весь этот максимализм приходится отключать, потому что даже если поставить всех людей на границе и те, кто завязан на ней коррупционно, и сказать им, вот что важнее, не расширить мап, выстроить отношения с Востоком, и вообще вот это вот все с Азией, там, давайте будем ввозить больше товара, вывозить больше товара, они не пойдут на это, в смысле, на этих весах личная выгода всегда будет перевешивать. В этой ситуации вся геополитика растворяется вот в этих крепких мужиках в темных очках. Да. Которые правят в ночи. И пока их не обуздают, вполне конкретные силовые структуры, мы даже называть их не будем, всем понятно, какие это силовые структуры, так все и будет работать. Просто вот когда говорят, что нужно мап расширить в шесть раз, вот вы расширились в шесть раз, а мужики, если они останутся в степи, я думаю, что они не останутся, конечно, но вообще. И хочется надеяться, что они. Да, то ничего не изменится, потому что само по себе расширение мапа – это просто расширение бутылочного горлышка. Да. А есть же подъезды к бутылочному горлышку. Что из себя представляет федеральная трасса на подъезде к этому пункту пропуска? Это не идеальная вообще-то дорога, двухполосная, да. И ладно, надо было бы далеко куда-то ходить за примером того, как бы лучше это организовать, но не надо ходить далеко за примером. Надо пересечь границу, оказаться в Манчжурии, увидеть там автострады, которые упираются в мап с той стороны, и понять, что нужно сделать. Но никто на это не смотрит. Поэтому я на самом деле, честно говоря, вчера удивился этой новостью про Путина и мап, но когда прям Путин говорит, что нужно... Я тоже очень удивилась. Путин вчера очень много про нас говорил. Он, во-первых, сказал мап реконструировать, а во-вторых, авиазавод, по-моему, вынести из Читли. Я прям перечитывал на два раза и пошел документы построил, реально Путин, реально Путин. Но мап – это одна история. Есть же вся эта инфраструктура вокруг, и вокруг этого есть инфраструктура, в том числе политическая, в том числе геополитическая. Потому что что такое мап Забайкальск сейчас? Раньше это был значимый пункт пропуска, а сейчас в условиях санкционных ограничений, когда поток со всех остальных стран сократился, здесь он вырос. То есть оттуда просто течет река автомобилей, оборудование, сохранилась река фруктов, овощей, скоропорта, барахла, вот этого всего. То есть мы должны это расширять, мы должны как-то расшивать эту ситуацию на границе, но пока она находится в руках людей, которые сами организуют электронную очередь и ночных чуваков в черных очках. Это что же мне все нормально? Ну, и мы с тобой еще не упомянули, что из себя представляет окрестности вот этой дороги. То есть, во-первых, это федеральная трасса, на которой до сих пор нет сотовой связи. Это же тоже немного странно. И про это периодически, знаешь, Владимир Владимирович приезжает к нам на Ладе Калинии, он, по-моему, ехал и говорил, а у вас почему нет сотовой связи на федеральной трассе? И они все ему обещали. Так до сих пор и нет. Я вот ехал недавно по Иркутской трассе, ее нигде нету, этой сотовой связи. Это правда. Пожары вокруг. Ну, вот эти вот пожары степные, они же просто окружают, насколько я понимаю, этот трасс. Да, да. Отсутствие полностью вот этой вот обычной человеческой инфраструктуры, про которую ты говоришь. Туалеты, общепит, возможность где-то помыться. Блин, мы с вами в каком веке вообще живем? У нас почему около крупнейшего пункта пропуска, реально крупнейший российско-китайский сухопутный пункт пропуска, у нас почему сортиры, извините, нету там нормального? Это же просто какой-то мрак вообще. Мы как в каком-то 19 веке находимся. И вот здесь я не чувствую, а где она, эта перспектива-то? То есть вот с мапом, понятно, Путин сказал, а вокруг-то все вот это вот, это кто будет делать? Мы с тобой сейчас не найдем ответ на этот вопрос, он риторический на самом деле. Потому что, опять же, это через полосица, через полосица полномочий. Трасса федеральная, окрестности трассы муниципальная, земля там или краевая. Местные силовики, это местные силовики, там вот про таможню ты говоришь, но вот это вот просеивание таможенников, там вообще качество работы таможни, это же тоже огромная проблема. Вот они приезжают, они хотят жить в Забайкальске, а заранее они не хотят жить в Забайкальске. Вообще люди, которых туда отправляют, вообще были в Забайкальске, там две ночи переночуете в Забайкальске? Это капец вообще. Это только местные жители, которые там живут, могут нормально себя там чувствовать. Я бы ни за какие деньги не поехал в Забайкальске таможню работать. Хотя я знаю людей, которые туда отправляются и даже возвращаются. Коррупционные проявления, ну вроде бы с ними сражаются, но понятно, что, наверное, полностью на таком пункте пропуска коррупцию не забороть. Не забороть. И знаешь, я думаю, что таможенники, которые особенно приезжают, сталкиваются там не только с тем, что Забайкальск плохо выглядит, но и с тем, что вообще-то это мальчики вот в этих вот очках и камуфляже, они же не только на границе там действуют, они и в самом городе чем-то занимаются, и может быть там еще какие-то другие взаимоотношения выстраиваются, которые заставляют людей уехать и просто не подстраиваются под эту жесткую коррумпированную систему. Знаешь, что я хотела сказать? Что вообще не очень понятно, как это все будет взаимодействовать, когда все построится и все заработает в плане электронной очереди государственной. Как будто бы если все построится, расширится, это очереди и не надо делать, все может естественно проходить спокойно границу любой автотранспорт. Зачем тогда эта очередь? Тоже не очень понятно. Наложит ли она какие-то новые ограничения и создаст ли какие-то сложности? Ну как будто бы кажется издалека, что да. Что это вообще, то есть расширение и появление какой-то государственной очереди все равно не приведет к тому, что на мапе еще какие-то проблемы. Слушай, ну здесь на самом деле не такой очевидный вопрос, потому что к чему, например, привело появление электронной очереди на условных госуслугах. Я, например, еду менять права. Я сейчас еду не в очередь вставать, я еду к конкретному времени, я приезжаю, я говорю, 11-15, просто сооружник уходит, говорит, кто в 11-15 козлов? И просто отдает мне эти права через 5 минут, и я уезжаю. Для перевозчиков, именно для перевозчиков, не для дальнобойщиков, которые за рулем сидят, для перевозчиков, которые там товары с Кемерово гонят, они, например, прикидывают, слушайте, у нас электронная очередь в 11-00-29 мая, вот, мы, соответственно, рассчитываем весь транспортный путь, там, с учетом данных ГЛОНАСА и так далее, и отправляем. Так это может быть удобно. То есть они приезжают к конкретному времени и просто заезжают. Возможно ли это в принципе? Ну, возможно. Но как это будет на практике, да, никто не знает вообще. Как это будет на практике, и как это все будет сочетаться с обычным транспортным ГЭМЛОМ и всеми остальными ребятами, тоже пока не очень понятно. Но мы увидим это как будто бы только в 27-м году. Я не очень верю в то, что сейчас МАП по поручению президента прям мгновенно расширят. Мне кажется, что все это примерно к тому же планному периоду, который изначально был установлен и случится. Я еще, знаешь, что же пока про этих мужиков думаю в темных очках. Для них это своеобразная, но тоже занятость. Конечно. Мы куда, куда эти мужики-то денутся, когда у них исчезнет вот эта вот точка кормления? Ну, тоже вопрос определенный. То есть Забайкальск, проблема Забайкальска гораздо шире проблем только МАПа. Конечно. Да, но мы сейчас, если с тобой в это нырнем, то еще будем 2 часа говорить. Я тебе в конце совершенно не связанный с МАПом вопрос задам. А когда вы обозначили, что вы журналисты, как это все на счет происходить? Ну, там немного охотников для того, чтобы давать какие-то комментарии. Это причем даже у Гурлёва по видео видно, где он мучает водителя. Ну, ему надо поговорить, и водитель идет ему навстречу. Вот примерно так же у нас это все происходило. Я потом уже позже узнала, что в эту очередь стоял мой родственник. И вот, наверное, если бы это был он, если бы я заранее знала, мне было бы чуть проще. Они не очень хотят разговаривать, мне не очень хочется выносить всю эту свою дорожную жизнь. Она вообще отдельная абсолютно. То есть это как, не знаю, жизнь за МКАДом, дорожная, федеральная трасса, дорожная жизнь вообще другая. Там другие правила, другие люди, другие законы. И они не особо-то охотно от девочки какой-то, или даже не девочки, а просто к каким-то людям приезжим хотят объяснять, как это все устроено. Но при этом у них другой возможности нет. Они струбят, записывают нам видео и просят как-то помочь. А мы ничего не можем сделать. Спасибо за классный репортаж, который был сделан. Олег же ездил с тобой по реке. Нет, я одна, да. Ну, с Лешей, с водителем. Спасибо за эту работу. Она, на самом деле, такая достаточно напряженная и, наверное, очень приятная на месте. Да не, нормально. Нормально. Вам спасибо за внимание. Много лет мы наблюдаем за ситуацией с МАПом. Я, честно говоря, не первый раз слышу про реконструкцию МАПа. Но первый раз слышу, что прямо Владимир Владимирович Путин сказал реконструировать МАП, да в шесть раз расширить его пропускную способность. Расширение в шесть раз пропускной способности, очевидно, означает искоренение проблемы бутылочного горлышка. Но проблема МАПа, я повторюсь, не заканчивается на самом переходе. Проблема МАПа гораздо шире и распространяется в сторону Читы вообще-то и дальше в сторону Москвы. Дай Бог, эта ситуация когда-то станет логичной, что ли. Дай Бог, что она начнет развиваться в каком-то логичном русле. Дай Бог, чтобы что-то начало меняться в рамках здравого смысла, пока этого не происходит. Пока все хуже и хуже. И слава Богу, что там никто еще в этой очереди не умер. Хотя вчера я где-то слышал, что в районе стараются какие-то слухи, что там было. До свидания. До свидания.